Юрий Аликов, когда я сделал голод 40 суток, он спрашивает, откуда у вас шлаки, тем более опухоль, если вы всю жизнь соблюдали ЗОЖ и постоянно чиститесь. Этот вопрос задавал не только он, но и ряд других моих читателей и так далее. Но в первую очередь это видео-голод был записан в 2000 году, сейчас 2018 год, вы видите, что я еще базарю перед вами, более-менее двигаюсь и так далее. Так вот, я тоже подумал, откуда все это, эту опухоль и так далее. Вот, начал вспоминать, все это естественно с нашего детства. Мы с вами наживаем наши заболевания, начиная с самого-самого-самого раннего детства. Помню, когда я болтался без присмотра в течение 7 лет, родители ушли на работу, бабушка занимается кухарством и так далее. Я выхожу на улицу и так далее. Гладил там кошек, спал с кошками, кладешь этого котенка, он там мурлычет, все хорошо, а потом в заднице зудело из-за того, что ты нахватался паразитом от всех этих собачек, кошек и так далее. Был у меня лишай, помню, в довольно-таки ранном детстве, значит, мне его терли чесноком, жилом, ну, запомнил. То есть, человек уже в детстве схватил каких-то там, допустим, паразитов. Вроде бы это может, так сказать, выведено было или еще что-то такое, как ему думается. То есть, на самом деле, это выведено или нет, скорее всего, нет. Далее, что там у меня были? У меня там были чири. Чири были, это лет где-то в 12-13, вот такая вот фигня была. Были ангины. Были ангины. То есть, все это создало предпосылки какие-то для, будем говорить, того, что что-то там уже поселилось в организме. И потихонечку, потихонечку, знаете, начинает это. У меня не было бородавок. Вот я помню, в детстве не было бородавок. А потом, в одно время, они стали появляться, эти там бородавки. Но это уже даже, когда я уже занимался бородавкой. Эти бородавки, скорее всего, я люблю там что-то там находить, поднимать. У меня голова сама поворачивается на что-то блестящее, если там лежит. Плоть до того, что я аж помню, подо льдом нашел там монету. Вот голова повернулась туда. Ну и часто нахожу вещи, которые вообще-то подбирать не стоит. Так, что еще? Что еще? Значит, пил я много молока, занимаясь тяжелой атлетикой. И помню, когда вот у меня после операции аппендицита возник геморрой. Ну, допустим, это уже мне было... Это я уже женился. То есть, это уже мне было 26 лет. И что-то там делали колоноскопию там. Мне не сказали, но я почувствовал, что что-то не то. Ну, значит, вот, когда посмотрели, там, видать, уже был полип. Что говорит, вот, смотри, что-то там такое. Полип, не полип. Ну вот. То есть, все заболевания, все заболевания, пока человек начнет заниматься собой, осознавать, что здоровье – это фундамент, что его надо беречь, сохранять, он на нем, будем говорить, его эксплуатируют нещадно, по-всякому. И вот именно в этот период у большинства и нас, из нас, и в том числе и у меня образовались вот эти вот всякая ерунда. Причем, что касается опухолей, будем сказать, так сказать, семена есть. И вот хорошо, когда я почувствовал, да, потом, смотрите, что, вот, когда я хорошенько занимался оздоровлением, я, значит, вот этот сбросил весь, я прекрасно себя чувствовал, прекрасно себя чувствовал, совсем по-другому выглядел, и я вам покажу эту фотографию как раз. Закалка, то есть все, пятое, десятое, голодание, ну, все, знаете. А потом наступил такой этап 90-е годы, когда я уволился с работы, а уже семья, жена, двое детей малолетних, их-то надо кормить. И занялся продвижением своих книг. Здесь уже было недооздоровление. Хотя, хотя, я и сейчас, и тогда придерживался. Придерживался этого. Всякие разные там ситуации, но я, будем говорить, придерживался. И если так даже взять, вот откуда там шлаки. Шлаки вообще появляются из-за того, что наш организм стареет. Час клеток обновляется. И у нас в организме, допустим, из 100% клеток, вот сейчас у меня, где-то, допустим, 20% – это юные клетки, 40% – это, знаете, уже такие клетки средние, и, грубо говоря, 20-40-60, а вот остальные 40% – это уже такие пожилые старые клетки, которые идут, так сказать, на замену. Они разрушаются, поступают в кровяное русло, оттуда сбрасываются через печень, в желудочно-кишечный тракт, ну, в смысле, в кишечник. И когда человек голодает, он не поймет, откуда же действительно у него шлаки. То есть то, что было в кишечнике, давным-давно уже вышло, выходит совершенно иные, то есть это старые больные клетки распадаются. Плюс эти все еще клетки выбрасывают из себя всю эту ерунду, и получается вот такая фигня, что ты, голодая, будем говорить, уже четвертые десяток дней, ты видишь, что с тебя валит, валит и валит. Разного рода жижи, и ты думаешь, откуда это? Да вот оттуда. Вот просто это. У нормального организма вот так вот все это дело происходит. Ну и плюс тогда, будем говорить, если имеются какие-то там новообразования, полипы и так далее, организм их начинает потихонечку убивать, разрушать и даже поедать, и вот это все тоже выходит. То есть вот откуда у меня вся эта ерунда. Да, и я еще хочу отметить такую вещь. Вот вы, наверное, знаете Стива Джобса, да? Он умер. Возможно, из вас мало кто знает, что он проповедовал по жизни, человек, так сказать, умный, проницательный, вот уже он с юности начал проповедовать бесслизистую диету. То есть он там что-то там не ел, и так далее, там впитался, ну, поближе к сыроедению, что-то там такое. Что, мол, допустим, хлеб, мясо, все это слизь дают, и идет ослизнение, даже это его семья начала там придерживаться. И тем не менее, тем не менее, онкология, онкология. То есть онкология может развиваться у человека, может развиваться у человека, даже придерживаясь здорового образа жизни. Потому что есть мнение, что онкология – это грибок. И как раз сода и другие там вещи, которые убивают грибки, хорошо в этом деле помогают. Но не всегда. Другое мнение говорит о том, что какие-то нравственные проступки, которые сделал человек, способствует образованию онкологии. Третье мнение есть, что наши эмоции, зажатые внутри организма, тоже способствуют тому, что начинается онкология. Какая причина или еще что-то такое. Но тем не менее, тем не менее, люди придерживающие и довольно-таки жестко. Да, Савелий Краморов, если вы слышали, он там чуть ли не сыроед был, смотрел, какую пищу съесть и так далее. То есть он очень жестко следил и умер от онкологии. Как это так? А вот, скорее всего, получаются вот такие вот вещи, когда у вас что-то связано с нравственными, будем говорить, какими-то переживаниями, с нравственными ошибками или еще с чем-то. То есть, вообще-то, вообще-то, шлаки бывают разные. Они бывают физические, тонкоматериальные, допустим, чисто энергетические. Они бывают чисто, грубо говоря, даже информационные. Чисто вы сами своими мыслеформами создаёте своим мышлением, влезли в какую-то геопатогенную зону и так далее, и того подобного. Вот поэтому, отвечая, подводя итог ответу на мой вопрос, я хочу сказать, что не надо делать меня идеальным, что я только сижу, некоторые думают, что я только сижу в ванне с мочой и пью её литрами, если всё, что-то жёлтое, пью. Это давно оказалось в прошлом, грубо говоря, и не соответствует истине. Я придерживаюсь, вернее, в своё время, когда я довольно-таки жёстко занимался, это весь твой образ жизни и даже быть семьи как-то вот с уклоном на это. Но не члены твоей семьи, они особо это всё, как бы сказать, не поддерживают, им что-то хочется своё. И тогда, тогда, будем говорить, чтобы не разрушилась семья, это всё может быть, на основе здорового образа жизни, когда ты говоришь, надо пить соки, есть салаты, проросшие в зерно, ни в коем случае, там мясо, хлеба, и пятое, там десятое, плюс ещё там голодать раз там. Это, то есть люди начинают воспринимать тебя как своего рода такого деспота, который пытается урезать каких-то их права. И возникает напряжение, и семья разваливается, если вы хотите. Этого, вот я не знаю, там большинство сыроедов, так. Люди одинокие, редко бывает, что семьи ещё придерживаются дальше, там дети, вот, 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 поэтому я выбрал для себя такой, можно сказать, ритм направления жизни, где я стараюсь себя чрезмерно не разрушать своими дурными привычками, порочным питанием, но и в то же время, в то же время, значит, не делать, как бы сказать, из себя такого человека, которого надо окружать вот всеми этими здоровыми делами, которые, которые начинают превращаться в свою противоположность. Поэтому шлаки у нас ображаются постоянно, ежедневно, да, честь, лично я чищусь, уже забыл, когда я там чистился, не помню, когда я уже голодал, честно и откровенно, в этом году я голодал, возможно, что-то было в суток трое, там четверо, не более, вот, то есть, важно придерживаться, какого-то срединного пути, чтобы и окружающим было хорошо, и тебе было более-менее нормально, вот, а в случае, в случае, да, обнаружения, вот как у меня, я почувствовал, что те вещи, которые во мне есть, которые зреют, и, грубо говоря, вот-вот могут превратиться в серьезные проблемы, серьезные проблемы, решать решительными методами, без компромисса, для этого я уединился, сначала в Германии, там, голодал, чтобы никто там, ничего там не, не, это, не мешал, так как в Германии, в Германии меня там пригласили, то есть, я начал здесь голодать, не знаю, там, сколько там я голодал, ну, допустим, около недельки, потом я только раз в недельку или дней, там, там, в гостиницах все это такое, клизмочку себе ставил, все, очищался, ходил, никто над душой не стоял, Гена, ты кушаешь, ты не кушаешь, там, не было этих испарений всех этих с кухни, как там дома, а потом уже приехал домой, уже устоявшийся в голоди, и я где-то суток, наверное, 20 с лишним уже отголодал здесь, уже отголодал здесь, вот, и вот то, что меня могло, грубо говоря, уже, так сказать, свернуть в бараний рог, откатилось. Значит, идут 20-е сутки восстановления после 40-го, 40-дневного голода. Как вы видите, на лицо я уже практически восстановился, на тело тоже особо не хочу дальше выполнять, вешу сейчас 85 килограмм, самочувствие нормальное, все, все хорошо. откатилось, и как вы видите, вот 18 лет, я еще жив-здоров, собираюсь еще что-нибудь тут побузить с вами, но на этом заканчиваю.